Продолжение следует... Здравствуйте! Давайте начнем говорить о национально-патриотическом воспитании в Украине. Это воспитание ответственных граждан Украины, ответственных молодых граждан Украины, которые понимают ценности украинского государства, которые ценят суверенитет и государственность украинскую, которые ценят исторические ценности государственные украинские и, соответственно, которые готовы участвовать в принятии решений и нести ответственность за эти решения. И, соответственно, в нашей политике национально-патриотическое воспитание для нас очень важна стратегическая работа, и указом президента Украины была утверждена стратегия национально-патриотическое воспитание, на основе которой буквально недавно была утверждена концепция национально-патриотическое воспитание. Мы планируем разрабатывать и уже начали разрабатывать государственную программу, в основу которой хотели бы положить ряд приоритетов. Один из них это украинская идентичность. Также хотели заложить базис взаимодействия всех центральных органов исполнительной власти, которые занимаются направлением патриотического воспитания молодежи. Соответственно, это оборонная сознательность молодежи и всего населения в первую очередь. Как может формулироваться стратегия работы с молодежью, особенно в таком достаточно сложном и тонком вопросе, как национально-патриотическое воспитание? То есть как вы собираетесь с молодежью коммуницировать? В первую очередь важными каналами коммуникации для молодежи есть сети, социальные сети. Это если говорить о тех каналах, через которые молодежь в основном черпает информацию. А если говорить про механизмы, наверное, через которые молодежь включается в любое направление политики, любой и национально-патриотическое воспитание в том числе, то это привлечение к принятию решения в первую очередь. Молодой человек в Украине должен почувствовать на территории любой даже маленькой громады, что он здесь может себя реализовать и он здесь необходим. Как молодому человеку министерство может дать, я не знаю, осознание того, что он нужен в громаде? В первую очередь это создание, например, молодежных советов. Что дает молодежный совет? Молодежный совет это платформа, через которую молодой человек может начинать сотрудничать с органами власти на местном уровне, разобраться на что влияют органы власти и, соответственно, предлагать свои пути решения вопросов, которые интересуют на уровне громады. Какие-то свои инициативы, проекты, и, соответственно, через эту платформу... А министерство как здесь участвует? Министерство как здесь участвует? Министерство создает необходимую нормативно-правовую базу для того, чтобы эти молодежные советы были не просто инициативная группа, а чтобы этот орган был с консультативно-дорачьим голосом, да, и чтобы молодежный совет был не просто инициативой, которая собирается и продастурит какие-то проекты, соответственно, чтобы этот орган был, скажем так, признан местными органами власти, да, и, соответственно, к нему прислушивались и... То есть вы своего рода создаете, ну, скажем так, правовые рамки для того, чтобы представители местной власти не отмахивались от молодежи? Они отмахивались от молодежи и, соответственно, не говорили о том, что вот молодежь не хочет или не интересуется, да, для этого есть определенные инструментарии. Допустим, второй инструментарий, который тоже достаточно важен, в молодежь нужно вкладывать, да, каким образом вкладывать? Вкладывать не только в то, в развитие инфраструктуры, например, для того, чтобы были там доступны возможности приобрести жилье или в ту же инфраструктуру, чтобы молодые люди... Мне кажется, это самое важное. Это очень важно. Но сейчас, если говорить о ценностях молодого человека в Украине, и не только в Украине, то молодому человеку до 25 лет хочется самореализоваться, состояться. И, соответственно, не держит его в громаде не только, скажем, экономическая определенная, может быть, несостоятельность или нестабильность, да, потому что в большинстве молодые люди мигрируют сейчас, есть определенные процессы миграции по Украине, внутри Украины, не только, извини, да. Соответственно, молодые люди мигрируют в большие города, хотят поехать в большие города, потому что видят там больше возможности самореализоваться, больше перспективы. Соответственно, если вложить молодого человека в маленькой громаде, дать ему возможность реализовать собственную инициативу, собственный проект, начиная со школы еще, например, да, или там если в громаде есть какие-то учебные заведения со студенческой жизнью, то молодой человек увидит уже немножко другую перспективу развития здесь у себя в громаде, потому что видит, что он там необходим. Это только тот небольшой, на мой взгляд, процент молодых людей, которые видят себя в перспективе, в хорошем смысле этого слова, там, государственными деятелями, то есть это такой карьерный рост госслужащего, да, или государственного деятеля, или там политика будущего. Но если в маленькой громаде для молодого человека нет инфраструктуры, нет условий для его развития не как общественника, то мне кажется, достаточно сложно удержать его, чтобы он не уехал в большой город. Вы абсолютно правы, и для того, чтобы молодой человек мог получать дополнительные компетенции не как общественника, или будущего, там, государственного, или политического деятеля. Второй инструмент, на который мы тоже акцентируем внимание, это создание молодежных центров, это такие инфраструктурные объекты, в которых молодежь может получить дополнительную информацию в качестве такого неформального образования, например, о дополнительных компетенциях, там, открыть собственное дело, например, да, или каким образом можно развивать компетенции, там, критического мышления, например, и так далее. Абсолютно разнообразное тренинговое обучение, и, соответственно, это тоже дает возможность молодым людям уже не только со стороны, там, общественной деятельности, или, там, выстраивание своего будущего как государственного деятеля, а остаться на территории, а освоить другие компетенции и, возможно, проанализировать с помощью специалистов, которые находятся в молодежном центре, проанализировать определенное экономическое состояние своего региона и, соответственно, посмотреть, каким образом он может там развиваться. И, соответственно, такие программы у нас поддерживаются достаточно много международными институциями. То есть есть финансирование? Конечно, конечно. Такие программы финансируются как из государственного бюджета, обучающие, например, буквально недавно мы подписывали очень большой документ, называется «Пакт ради молодежи 2025». Это уже, скажем, пролонгированный на второй срок документ, который что дает? Дает возможность сотрудничества Министерства образования, Министерства молодежи и спорта, Министерства экономики и достаточно больших компаний в Украине, которые дают такую площадку прохождения практики, обучения и постоянной менторской поддержки молодым людям, которые хотят развиваться в дальнейшем по какому-то направлению карьеры. Что дает это школьникам? Школьникам это дает возможность профориентации, если правильно так сказать, возможности выбрать свое будущее, сознательно подойти к этому вопросу. И, соответственно, компании, которые сейчас достаточно активно развиваются и требуют достаточно таких разнообразных компетенций от молодого человека, очень заинтересованы в этом вопросе. И, в принципе, сюда мы можем и хотели бы, чтобы к этим программам присоединялись молодые люди, которые проживают как на территории Украины, так и на территории временно оккупированных. И, соответственно, эта программа, она очень открыта. И что дает это сейчас, особенно в условиях COVID-19, мы очень много работы проводим онлайн, соответственно, очень много обучений проводится в онлайн-формате, и молодые люди могут свободно абсолютно подключаться. Буквально недавно делали с одним из наших партнеров исследование, каким образом вообще молодежь получает информацию, то через онлайн-инструменты сейчас достаточно большой поток информации идет, а, во-вторых, большое количество молодежи черпает. Марина, спасибо вам большое за разговор. Марина Попатенко, заместитель министра молодежи и спорта Украины, была у нас в гостях. Мы говорили и о стратегии национально-патриотического воспитания молодежи в Украине, и в целом о проблемах молодежи. Оставайтесь на телеканале Дом, и мы с вами обязательно увидимся.